Каждый из вас может задать вопрос на адрес нашей электронной почты. Его вы видите на ваших экранах. И сегодня на вопросы телезрителя проекта «Здорово, здорово быть» отвечает доктор Дмитрий Михайлович Чеснов. Что же волнует наших зрителей, давайте посмотрим. Полина спрашивает, как часто можно гулять с новорожденным в первые дни после выписки из роддома? Ребенка новорожденного можно выгуливать буквально с первых дней жизни. Просто вынести на руках. На каких-нибудь 5 минут. Далее, опять же подчеркиваю, до 10 градусов в минусе новорожденных можно выгуливать. Его только нужно правильно одеть. И тепло придается прежде всего ножкам и телу. Носик должен быть открыт. И ротик, пожалуйста, не бинтуйте ему шарфами, потому что это мешает ему нормально дышать. Ребенок подрос, ребенок набирает вес, он здоров, нет срыгиваний, нет серьезных заболеваний. Мы можем оставить его на 10 минут в коляске на свежем воздухе. Но если снег, дождь, можно в лоджии или на балконе, но, соответственно, его одев. А вот уже дальше, когда он совсем подрос, его можно выгуливать 20 минут, и я бы даже сказал, и 30 минут. Только, пожалуйста, гуляйте где-нибудь в сквере, парке, лесопарке, подальше от бензиновых дорог и шума людского. Пускай вот эти полчасика он поспит, а вы посидите на лавочке рядом с ним. И это будет только на пользу. Но таких вот 20-30 минутных прогулок можно делать 2 в день. Замечательные советы. Мы желаем вам успехов в этом нелегком труде под названием родительство. И продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Снова внимание на экран. Роман Аркадьевич нам написал, расскажите об экстренных мерах, которые помогут снять острую зубную боль до визита к врачу-кстоматологу. Максимально, что вы можете взять нестероидное, противовоспалительное какое-то таблеточку, средство, которое снимет немножко эту боль. Использовать сильнодействующее обезболивающее не советую. Это может затруднить диагностику вашего проблемного зуба. Поэтому первое основное – экстренная стоматология. Там вам помогут гораздо быстрее, чем вы будете думать, и принимать местные меры абсолютно необоснованного действия. Так что к врачу. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Лариса спрашивает, правда ли, что использовать минеральную воду в качестве раствора для ингаляции с помощью неблайзера вредно, даже опасно? Во-первых, вода нестерильна. Во-вторых, она содержит много минеральных веществ, газа и еще некоторых обязательных отдушек, чтобы она сохранялась в упакованном виде. Так вот, мы поставляем в организм такое количество веществ, о которых мы даже не догадываемся. А вот при накоплении через энное количество лет мы будем искать причину, почему у нас появился вначале бронхит. А потом вообще это стала хроническая обструктивная болезнь. Для неблайзера самый простой – это физиологический раствор. И он, кстати, стерильный. Ну, очень здорово, что мы очередной миф из области народной медицины прямо сейчас развели. Спасибо вам за это большое, Дмитрий Михайлович. Дмитрий написал, сыну 10 лет, у него часто возникает икота. Что ее вызывает и как ее остановить? Икота – это непроизвольное сокращение диафрагмы, которое разделяет нашу дыхательную систему от пищеварительной. Это своеобразная мышца куполообразная. И вот ее сокращение и дают икоту. Причин достаточно много. Самая распространенная причина – это, пожалуй, переедание, то есть переполнение желудка. И вот переполненный желудок начинает поддавливать диафрагму, она, стремясь освободиться от этого груза, начинает сокращаться, проталкивая эту пищу, выталкивая ее из желудка. Переохлаждение, то есть смена температуры тоже может быть причиной икоты из-за попытки согреть внутреннюю среду организма. И вот эти мышечные сокращения, улучшая кровообращение, согревают наши внутренности. Что еще? Стресс может быть причиной икоты. И здесь понятно. Гормоны стресса, выбрасываясь в кровь, влияют практически на все. На сердечно-сосудистую систему, на пищеварительную систему в том числе. И мышцы здесь, и вся система приходит в состояние напряжения. И в том числе диафрагма, как мышечная часть нашего организма. Но что обращает внимание? Десять лет часто икота. Я бы задумался, не кроются ли здесь какие-то заболевания? Прежде всего, пищеварительные системы, а это гастроэнтеролог. Или, может быть, неврологическое расстройство по типу таких вот тикоидных гиперкинезов. Скушал, и начинается сокращение диафрагмы. Часто спрашивают, а чем помочь? А чем помочь? Вот я иногда, когда бывает икота, задерживаю дыхание. Не могу сказать, что это работает в 100% случаев, но мне кажется, помогает. Рецептов здесь много. Пейте воду мелкими глотками. Да, чисто рефлекторное воздействие может быть, потому что мелкие глотки ритмично могут успокаивать нашу диафрагму. Но тоже не всегда помогает. Вот задержка дыхания, когда мы делаем глубокий вдох, максимально глубокий вдох. То есть несколько секунд этот процесс будет происходить? Да, конечно. Мы даже можем, вдохнув, еще подождать, и еще вдохнуть чуть-чуть, как бы еще лишнее вдохнуть. И вот тут идет задержка, да? Да. Дальше, друзья, очень важно задержать дыхание. Но насколько, Дмитрий Михайлович, чтобы не навредить себе этим самым? Это индивидуально. Нельзя доводить себя до головокружения, но потом следует, конечно же, выдох. Медленный выдох. Плавный, медленный. Губы можно собрать в трубочку. Даже если будет звук, это хорошо. И подслистывать. И вот такое упражнение можно повторить несколько раз. Это будет антистресс, и это будет неплохое средство при якоте. По-моему, замечательный вопрос, и очень обширный ответ мы дали всем нашим зрителям. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. У нас остался еще один вопрос. Давайте поинтересуемся, о чем он. Жанна написала. Как долго алкоголь остается в организме человека? Алкоголь при приеме внутрь, естественно, сохраняется в организме примерно 12 часов. Мы это можем определить по анализу крови. По анализу мочи мы можем определить следы алкоголя через 2-3 дня. В волосах алкоголь может сохраняться 3 месяца, потому что алкоголь содержит гидроксильную группу. Спирт С2Н5ОН. И вот эта вот ОН – это очень мобильная группа. Она нам нужна для того, чтобы заблокировать так называемые свободные радикалы, которые образуются у нас даже при нормальном обмене веществ, не говоря уже заболевания, не говоря уже воздействия радиации. Клетки делятся, из них образуются иногда дефектики. А дефектик представляет собой определенный контакт. Вот он, радикальчик-то, радикальчик. И он не всегда бывает нормальным. Так вот, группа ОАШ блокирует его, чтобы не было онкологии, чтобы не было серьезного заболевания. И исследования покажут, что каждый из нас имеет в своем организме некоторое количество эндогенного этанола. То есть мы сами какое-то количество для поддержания правильного обмена веществ, для блокады освобождающихся радикалов выделяем небольшое количество. Это, конечно, ноль-ноль-ноль, но, тем не менее, это наука показывает. Я бы думала, сколько выпить надо, чтобы у тебя алкоголь даже в волосах содержался. И не так уж много. Просто алкоголь проникает всюду. Это очень любопытный факт, Дмитрий Михайлович. Спасибо вам за эту интересную информацию. И спасибо за очень ценную рекомендацию, которую вы дали сегодня нашим телезрителям. Пожалуйста, всегда рад. Спасибо за просмотр!